Вот тракиненского пунши. Предположу, что лошадь рождена в конном заводе имени Даватора. Очень опытный конь, ему 20 лет. Это очень солидный возраст, но на минуточку квинте ровно 10. То есть в два раза старше парадокса, чем квинта, которая выступала только что на ваших экранах. Как видите, во время объезда вокруг Поля Коль очень удивлялся. Впечатление, что ему не 20 лет, а 2 годика. Не просто сейчас садница будет его вести по езде, потому что здесь же страшные судьи, буквы. И цветы на них. Не всегда пока четкий контакт. Больше хотелось бы задних ног в движении. И вот сейчас происходит, что плечи лошади на принимание идут активно, а задние ноги как бы чуть-чуть подволакивают садница. Не дает возможность лошади толкнуться на принимание активно задом. Вот здесь практически распрямилась лошадь, к сожалению, в конце левого принимания. Идет скорее по диагонали, нежели в сторону. Не просто это ехать большой бриз, тем более в компании таких сильных креков в выездке. Полина Афанасьева, Наталья Марсенова и Софья Анищева. Достаточно простые движения, аллюры, демонстрируют парадокс. Здесь, к сожалению, был обрыв на прибавленной рыси. Поперечески с задником. Менком 2. Есть вопросы к прямолинейности, к высоте менок и к качеству голуба. Очень много шеи внутрь. К сожалению, здесь асимметрия работа по работе и по воде видна. Прибавленный голубь, страхуется в саднице, помня о том, как лошадь вела себя во время объезда манежа. Такая достаточно ученическая езда к большому призму. Явно есть проблемы со сгибанием у лошади, потому что практически не видим на кунтар переменах движения в сторону. Практически рядом со средней линией прошло перемена диагональ менка в темп. Здесь все неплохо. Невысокие менки, но четкие. Была немножко хромала прямолинейность. Но без сбоев. Герои. Есть зад наружу. Не хватает качества сбора для полного на 360 градусов пироэта с принятием веса на задние ноги. К сожалению, та же проблема ездой на право. Это не пироэд, это заезд. Я думаю, он также будет оценен судьями как заезд, а не как полностью правильно исполненный элемент. Радок. Здесь, к сожалению, был обрыв на прибавленной рыси по передним ногам. И переход в пассаж. Достаточно рваная езда. У нас есть возможность, уважаемые любители выездки и, надеюсь, любители канала Максима ТВ сравнить. Немножко разный стиль движения и лошадей, и работу всадников. Небольшой намек на пиаха. Нет толчковой силы задних ног по Сашей, скорее, по передним ногам, по задним, это близко к шагу исполнения элемента. Прибавленный шаг. Хотелось бы так же больше активности. Практически не видно разницы с собранным. Здесь немножко затороплено. Практически второй сезон выступает Марина Солодилова по большим ездам. Это еще достаточно небольшое время. Как говорится, большой приз у всадника в голове должен слежаться, вылежать определенное время. У спиафа тут есть проблема. Вторичное исполнение. Вторая попытка была. Такая полупассажная рысь и быстренько в голову. Не просто работать по уровню больших езд. Начинаю. Уполненный элемент. Прибавленная рысь. Такие марионеточные движения. С ритмией на левый перед, на левую диагональ. И выезд по средней линии. Подустал уже 20-летний парадокс. Чуть получше сейчас пассаж. Вход в пиафа. Всадница должна подключить задние ноги. Посмотрим, удастся ли это. Вот такая невысокая пиафа. Псадница пиафирует явно активнее, чем ее конь. И остановка на Ж. Вот здесь все пока хорошо. И ждем результата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!